А вы в курсе, что в Краснодарском крае проживают представители более чем 120 национальностей? Как всем этим народностям, людям, которые говорят на разных языках, которые имеют разную культуру, которые исповедуют разную религию, удается на одной территории жить в мире и согласии и попытаемся разобраться сегодня. Ну и для тех, кто еще не в курсе, я напоминаю, что в нашем регионе действует государственная программа Краснодарского края, которая называется «Региональная политика и развитие гражданского общества». Есть и подпрограмма, которая будет работать до 2021 года, гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае. И ее главная задача, я процитирую, это обеспечение равенства, прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, председатель Совета национальных объединений города Сочи Александр Фаленков. Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли. Ну, на территории Краснодарского края в мире и согласии проживают представители 124 национальностей. Ну и Сочи тоже является многонациональным городом, ни для кого не секрет. Некоторые даже называют его маленьким СССР. Столько много национальностей здесь. Какая цифра сегодня по количеству национальных объединений в городе Сочи? И сразу еще такой вопрос. В период масштабной олимпийской стройки в город приехало очень много и трудовых мигрантов, просто людей, которые переселились из соседних стран, регионов нашей страны, соседних республик сюда на постоянное место жительства. Как вот этот олимпийский проект повлиял на количество этнических групп, которые сегодня есть у нас представлены в городе Сочи? В нашем городе проживает 121 национальность. Есть довольно редкие, даже по одному представительству, например, из Нигерии, чем мы можем похвастаться по отношению ко всему краю. 37 национальных объединений входят в состав Совета национальных объединений. Вы правильно сказали, что Олимпиада нам внесла коррективы, и тот миграционный процесс, который произошел, трудовых ресурсов, и просто людей, которые желали здесь быть во время строительства Олимпиады и, собственно, во время проведения Олимпиады, они, безусловно, повлияли на этническую составляющую нашего города. Ну, как минимум масштабом. Около 300 тысяч человек приехало в наш город по разным причинам. Около 160 тысяч – это были трудовые мигранты или трудовые ресурсы, при помощи которых страна, собственно, при помощи всех этих людей построила Олимпиаду. Мы готовились к этому процессу, мы понимали, что после выступления президента Владимира Владимировича Путина, что наши Кавказские и Северо-Кавказские республики приедут к нам встроить, приедут другие регионы. Поэтому мы усилили работу наших Северо-Кавказских республик. У нас появились не только общества, я имею в виду чеченская, ингушская, дагестанская, но также появились полномочные представители президентов, для того, чтобы мы могли оперативно решать многие вопросы. Мы усилили наш среднеазиатский блок. То есть мы хорошо и интенсивно поработали с такжийским, киргизским, узбекским, казахским обществом. И, собственно, это были такие превентивные меры, как работать с теми вызовами, на которых в те дни город Сочи кнулся. И хочу сказать, что после Олимпиады общества появились абсолютно новые, которых мы даже не ожидали. У нас была, допустим, Курдская община, долгие годы с нами работала в Совете. После Олимпиады выделилась Язитская. У нас появились персы, то есть у нас появилось иранское общество. Они не очень многочисленные, но они реальны, готовы работать, готовы налаживать элементы народной дипломатии, связи с своими странами. Ну, в том числе, прославляет наш город Сочи. После Олимпиады и событий, которые произошли на Украине, в Украине, у нас появились общества из ЛНР и ДНР. Есть у нас крымчане. После этих событий нам пришлось немножко перетряхнуть украинское общество. Пришли новые люди, которые помнят и уважают старших товарищей, руководителей бывших. Но новая кровь всегда нужна, потому что новый вызов, новое чтение наших отношений. Вот такие приблизительно обновления произошли в Совете. Как вы справлялись с такой зачастую низкой социокультурной адаптацией к условиям, к нашему обществу в Краснодарском крае? Потому что это другой язык, другая культура абсолютно. Какие были меры приняты? Вы знаете, в принципе нас объединяет одно – это великий русский язык, это та скрепа, которая основополагающая наших всех отношений. И любые типа мигранты, которые приезжали в город Сочи, трудовые или просто по перемещению, они, собственно, знают русский язык. Поэтому на чем общаться есть. Сказать о том, что был совсем низкий культурный уровень, я бы, конечно, так и не сказал. Потому что, в принципе, развитие страны, последние десятилетия, оно усредено по всем регионам. Но были тонкости, что у нас здесь в городе уже сложившиеся стабильные достаточно межсоциальные отношения. И те или иные этнические группы, которые приезжали массово, они могли там внести, скажем, свои тонкости, к которым они привыкли. Много получалось плюсов в том, что мы могли разговаривать. Те национальные объединения, которые у нас уже были, те, которые мы в это время создавали, находили быстрый и простой язык со своими людьми, которые приехали из их регионов, из их республик. Поэтому я хочу особо отметить, я уже назвал эти общества и дагестанцев, и чеченцев, и ингушей, и среднеазиатов. Ну, собственно, в большой степени так касается и других, и армянского, и грузинского общества, и абхазского, и азербайджанского. Что при помощи них мы налажили быстрый и короткий контакт. Хотя многие мигранты селились, например, в городках. И вы знаете, что были какие-то движения, когда люди, которые выходили на улицу и пробовали там рассказывать нашим сочницам о своих правилах. То потихонечку мы их убеждали, мы приходили к ним в гости, мы приглашали их на заседание. И как-то потихонечку они вошли в наш тип общения, в наши отношения. Были на слуху некоторые, я бы сказал, конфликтные ситуации. Но они, слава богу, все были, конечно, не слава богу, но они были в бытовых плоскостях, может быть, в криминальном смысле. И они нигде не смогли перерасти и не должны были перерасти в межнациональные расприи. И инциденты мы старались локализовывать и быстро решать. Ну вот прошли уже многие месяцы, годы. И я хочу сказать, что, в принципе, эта работа все-таки получилась. Были, конечно, опасения. Вы знаете, что определенный толк подводили спецслужбы Запада и западные страны, которые не совсем жаловали нашу Олимпиаду по отношению к нашему коренному народу и нашим братьям, адыгам-шапсугам. Поэтому большая работа была проведена по приглашению из разных стран мира представителей черкесов. Край в этом смысле очень много поработал. Он поддержал нашу инициативу создания адыгейского черкесского дома. И наш руководитель адыга-шапсугов Чачух Маджид Харунович руководил этим домом во время Олимпиады. Мы приглашали туда гостей не только черкесских этносов. Туда приходили все. Я знаю, что были дни, когда посещали дом адыгов, там, 9 тысяч человек. Большая цель. Да. И буквально по всем направлениям, по всем этносам, которые компактно сюда проживали или работать, или жить, мы не стеснялись приходить к ним в гости. Стучались, разговаривали. Мы их встречали на пляжах, на улицах, в местах, где обычные люди гуляют. Ну и считаю, что, в общем-то, все эти всевозможные методы дали положительный результат. Ну вы много лет являетесь уже председателем Совета национальных объединений города Сочи. Если немножко вернуться к истории, когда назрела такая необходимость создания вот этого отдельного такого органа? И каковы сегодня главные его цели и задачи? Инициатива создания Совета, она лежит почти 30 лет назад. То есть, когда страна, наш Великий Советский Союз дал трещину, вот, и когда-то президент Ельцин сказал, что берите сколько можете полномочий, то это не могло не относиться и на национальном вопросе. В нашем городе были с 89-го и дальше созданы поочередно ряд организаций национального профиля. Это и адыги-шапсуги, армяне, белорусы, украинцы, русских рядов обществ, абхазское общество, греческое общество. Ну и следом последовало то количество, которое мы сегодня пришли, это уже 37 национальных объединений, это самые крупные. И вначале пробовали разговаривать с помощью такого объединения, как Лига Согласия. Она была не очень многочисленной, но тем не менее, начальный диалог был там. В 96-м году был создан при помощи всех обществ, которые я сказал, на базе их Кореационного Совета национальных объединений. Мы собирались на дереве дружбы. Получается, что этот год у нас 20-летие создания Кореационного Совета. Функция основная, которую выполнял Кореационный Совет, а потом и Совет национальных объединений, это, безусловно, регулирование межнациональных отношений. Я его часто называю, Совет национальных объединений, регулятором. Это основная функция, почему мы объединились и почему мы до сих пор существуем. Все остальные функции, которые куртологические, исторические и многие другие ресурсные, они уже надстроечные. Потому что, если мы собрались и договорились, что мы будем этим регулятором, и нашли методы и способы, как это осуществлять, то, в принципе, для Кореационного Совета национальных объединений это выполнение основной задачи, основной функции. Кореационный Совет в 2006 году был преобразован в СОО, я был избран председателем. В начальной стадии, когда была Лига Согласия, это было три общества, потом пять, семь. Ну, когда создавался Совет, было 23 общества в 2006 году. И вот на сегодняшний день еще 11 обществ к нам пришло, организовалось. Это в основном активные, известные люди, которые себя хотят раскрыть, которые хотят поработать не только обязательно узко-этническом плане, со своими земляками, а и на межэтническом плане. Поэтому мы пошли в культуру, ансамбли, хоры, коллективы певческие, народные. Мы пошли в спорт, чтобы работать с маленькими и более взрослыми детьми. Мы пошли в школы и образовательные учреждения более высокого толка, колледжи, институты в то время, университеты. И эта работа продолжается и сейчас. Мы пошли в народ. Есть немало факторов, которые могут повлиять на дестабилизацию межэтнических отношений. Как помогает в вашей работе государственная программа Краснодарского края, которая называется «Развитие гражданского общества и гармонизация межнациональных отношений». Эта программа рассчитана до 2021 года. Как она помогает в работе, как реализуется на местах у нас здесь в Сочи? Я хочу сказать, что мы постоянно держим связь с нашей городской администрацией. У нас устойчивое, хорошее отношение с краеводминистрацией. Тоже профильное направление. Мы в постоянном диалоге. Мы работали уже с тремя губернаторами из Кондратенко. У нас выставилось хорошее отношение. Мы плотно и много работали с Качевым. И у нас выставились хорошие, рабочие, добрые отношения с новым губернатом Кондратьевым. Любые программы, которые заводятся государством, обществом, это, безусловно, оно показывает свое отношение. У нас есть один малочисленный народ коренной, который проживает на территории нашего большого города Сочи. Это Адыги и Шапсуки. При помощи этих программ места, где они проживали испокон веков, приведены в добротный порядок. Это дороги, газификация, это ремонты общественных знаковых мест. Это решение вопросов этих этносов по их испокон веков, разделения труда, чем они занимались. Ставятся вопросы, они подводятся и решаются. Это, безусловно, поддержание некоторых таких уже ставших на слуху мероприятий, на которых участвуют и Советы национальных объединений, и конкретные организации. Это всевозможные дни культуры. Это всевозможные этнические праздники. Ну, в основном, основной праздник всех этносов, у которых есть институтные республики, это День независимости. И, вы знаете, мы не особенно радуемся всем этим Дням независимости, потому что непонятно, кто от кого разделялся. По-живому фактически порезали. Поэтому мы в культурологическом плане подходим. Мы говорим о том, что у нас много общего есть и должно быть много общего. Это касается и того окружения, которое имеет определенные проблемы, например, грузинского общества. И чем больше пробовали делать раздел, чем мы ближе становились, чем более теплые мероприятия мы делаем. Это, безусловно, участие национальных объединений и города Сочи, и края в праздновании Дня России, Дней городов, в карнавалах по открытию курортных сезонов, построение этнических поселений. Это все программа гармонизации. Ну и я добавлю, что органами власти Краснодарского края совместно с органами местного самоуправления и национальными культурными объединениями на протяжении многих лет ведется целенаправленная работа по сохранению стабильных и благоприятных межэтнических отношений и предотвращению межнациональных конфликтов на территории края. В Краснодарском крае проживают представители 124 национальностей. Согласно переписи 2010 года, общая численность представителей славянских национальностей в регионе составляет 90%. Русских 87%, украинцев 2%, белорусов 1%, но и менее 1% это татары, греки, адыги, шапсуги и немцы. И при всем многообразии проживающих на территории края национальных групп и диаспор, и несмотря на близость горячих точек, в крае отсутствуют межнациональные конфликты, динамично развивается экономика, укрепляются традиции казачества. Ну и вот, что об этом думает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Мы живем в большом доме под названием Краснодарский край. Места здесь хватит всем. Здесь должно быть дружеское отношение, уважение друг к другу. Мы люди, а люди всегда могут найти общий язык, даже если говорят на разных языках. Мы чувствуем заботу, мы искренне благодарны государству, что она есть. И мы государству говорим, что вот те гражданские институты, о которых вы говорите, Советы национальных объединений, другие национальные объединения, это они и есть. Других нет. Поэтому все, кто появится, мы будем работать вместе, вместе с нашим государством, вместе с нашим губернатором, с нашим Краснодарским краем, вместе с нашим городом Сочи. Я знаю, что помимо фестивалей и разного рода этноакций, в спорт вовлекаются активно национальные общины. Есть даже какие-то соревнования, которые именно между национальными объединениями у нас в городе проходят. В последнее время мы пристальное внимание стали уделять спорту. Лет шесть назад уже мы учредили футбольный турнир. То есть старейшины, у нас есть совет старейшин, при Совете национальных объединений, порекомендовал нам побольше работать с молодежью. Поэтому в начале был футбол, куда пришли старшеклассники, молодежь, студенты. В последних футбольных состязаниях, которые обычно проводятся в преддверии Великой Победы 9 мая, уже участвовала 21 команда. И не только по этническому принципу формируются команды, есть смешанные команды. Бывает такое, ну, к примеру, в прошлом году второе место заняло еврейское общество, футбольный клуб команды еврейского общества. Реально в команде играли только три парня, которые имеют еврейские корни. А всех остальных дали и армяне, и русские, и белорусы, и украинцы. И так, в таком взаимопомощи по составу решается очень частый вопрос. К нам часто приезжают ребята в помощь на этот футбол. Ну, например, второй состав, там, Дубль Анжи как-то приехал. Там из Татарстана приехали ребята-футболисты. Наши сочинцы многие участвуют. То есть интересное соревнование, доброе. Мы пошли еще в более юную аудиторию, к юным жителям нашего города. И буквально в прошлом году Совет Национальных Объединений вместе с городом учредил Кубок Содружества. Хоккейный. Да, Хоккейный Кубок Содружества. Мы работаем, начали работать с регионами, с странами бывшего Советского Союза, в частности СНГ, к нам на эти соревнования уже было четыре этапа. На эти четыре этапа приехало 39 регионов уже за это время и две страны. К нам на переговоре вышли комитет Евразийского Союза. Например, того, чтобы этот кубок сделать, ну, чуть-чуть, чтобы он гастролировал. Нас приглашают белорусы, нам интенсивно стучатся казахи. Чтобы мы там провели хотя бы какой-то из этапов Кубка Содружества. К нам стучатся для участия китайцы, латыши, словаки, чехи. То есть ваша работа распространилась уже далеко за пределы не только города и края, но уже разные регионы вышли. Ну, вот, в частности, вот этот турнир, он стал межрегиональным и международным. Буквально вчера он закрылся к нам. Приезжают молодые дети КХЛовских команд. В частности, на последнем турнире участвовал Сибирь, Адмирал, Амур, Югра, Русь. Это маленькая дочка нашего хоккейного клуба Сочи. И другие регионы. Питер, Марьино, Химки. Большая география. И, вы знаете, вот та ниша, которую мы заняли, а это, например, сегодняшний день, это год рождения 2007 и 2009. Это еще не золотая шайба и не другие соревнования, связанные, допустим, Газпромом и прочее. Это вот тот возрастной центр, где надо делать прививки межнациональным и между странами, между регионами. И это получается, потому что мы беседуем с этими детьми, они между собой знакомятся, они видят, что у нас есть великое многообразие. Ну, а сейчас я предлагаю посмотреть сюжет. Мы побывали на открытии хоккейного турнира Кубок Содружества. Давайте посмотрим, ну, а после продолжим. Победителями прошлогоднего турнира стали краснодарские акулы. И это при том, что хоккей в нашем регионе получил массовое развитие лишь после Олимпиады. Теперь же с таким регулярным турниром, уверены организаторы в Краснодарском крае и в Сочи в частности, хоккей будет дан весомый толчок. Вместе с тем Кубок Содружеств призван реализовать еще одну идею – объединение многонациональной страны в многонациональном городе Сочи. Такой был лозунг «Спорт – от и мир», да, «Спорт – мир». Это есть превентивная работа, внедрение маленьких людей, которые ходят в большую жизнь, в межнациональную и национальную дружбу. Мы считаем, что это даст свои положительные плоды. Дружба между регионами, между странами, между разными народами, она начинается вот с детей. Если дети будут друг друга чувствовать, если они будут в каком-то деле вместе, то и многих бед на нашем постсоветском пространстве, мы надеемся, и не будет. Сочинский Кубок Содружества уже можно назвать международным. В прошлом году в турнире участие принимали хоккеисты из Казахстана и Белоруссии. Скрестить клюшки с ровесниками на Олимпийском льду планируют спортсмены из Китая, Армении, Латвии, Словакии и Чехии. С этими странами сегодня ведутся переговоры. В стартовавшей же осенней серии турниров среди детских команд главный приз Кубок Содружества разыграют команды из 16 регионов страны. Среди них и младшие товарищи основных клубов КХЛ. Это хоккейные клубы «Сибирь», «Амур», «Адмирал», «Русь». Вернулась в Сочи и «Югра» – бронзовый призер прошлогодних соревнований. Кубок, конечно, я думаю, каждый из команд хочет завоевать. Но самое главное все-таки, чтобы цены психологически были настроены. Если у них это получится, то, я думаю, они его завоюют. И они с помощью таких турниров растут. Как будто бы мы играем последнюю игру на льду. И мы должны так хорошо играть, чтобы не обороняться. Мы приехали, чтобы показать наши силы и чтобы занять первое место. Ну и впереди у нас один из основных праздников в нашей стране. Очень символичный для вашего Совета национальных объединений. Это День народного единства, который мы всей страной будем отмечать 4 ноября. В нашем городе тоже отмечается этот праздник очень широко. Какое участие будет принимать Совет национальных объединений? Все наши 37 национальных объединений будут ли участвовать в этом празднике большом и масштабном? Мы уже исторически постоянно участвуем в этом празднике. Собственно, это наш праздник. Более того, мы являемся в какой-то степени зачистчиком, потому что заявку на проведение массовых мероприятий подаем мы в Совет национальных объединений. И буквально перед сегодняшним с вами встречей было заседание Совета национальных объединений. Мы приняли решение об участии. Мы рассматривали и День народного единства, и День города, который будет впоследствии. И о формах, и методах нашего участия. На городском празднике мы будем плотнее заходить не только в культурную часть, но и в кухни. Мы будем заходить в ремесленническую часть, в мастеровую. Мы представим наших мастеровых с их подделками. Мы представим элементы интересной народной кухни, которая у нас присутствует. А на День народного единства мы приглашаем всех сочинцев. Я хочу обратиться к нашим жителям, прийти на Южный Мол. Будет культурная программа, будут представители всех наших национальных объединений. Будет интересная программа не только по пению танцев, а о том, что вы сможете пообщаться с руководителем национальных объединений. Где-то кого-то встретить. Может, кто-то хочет приобщиться к нашему движению. Приходите, мы будем все на Южном Молу. Мы вас будем встречать и будем очень рады вам. Так, это будет в пятницу, а во сколько? В 11 часов. В пятницу в 11 часов все на Южный Мол. Да. Ну и спасибо вам большое за очень интересную беседу. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был председатель Совета национальных объединений города Сочи Александр Фаленков. Александр Михайлович, спасибо еще раз. Спасибо вам. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова